здравствуйте дорогие друзья и сегодня мы продолжим нашу тему про рыцарей вадим синичев рассказывает нам очень интересные истории о том как вообще-то все было устроено существует такой стереотип массовой культуры который говорит нам о том что рыцарь это исключительно романтическая фигура насколько это реальная история до определенной степени конечно за этим стоит некий реализм по крайней мере за этим стоит так назовем куртуазная культура которая требовала от рыцаря не то что требовал считала пристойным иметь некий идеал иметь опять же некий романтический так сказать идеал не всегда кстати говоря равнозначно допустим его жене рыцарь мог посвящать действительно посвящать поэзию поэзия считался уважаемым искусством и занимались наравне с верховой ездой охоты и фехтованием собственно посвящать стихи чей-то чужой жене например что вполне было ну в духе времени опять же для рыцаря в принципе было ну пристойным вести себя хорошо опять же если мы говорим о придворном этикете мы не говорим о людях которые отправились на войну жить в собственно в грязи ну как в грязи в относительный так сказать антисанитарии убивать других людей и пытаться выжить таким людям не принципиально романтический идеал таким людям принципиально выжить и заняться и эффективно убивать других людей они ради этого собственно жили росли и родились но тем не менее нет сама идея того что дворянин в принципе это уже дворянин да то есть из конкретного класса человек с определенным так сказать набором навыков должен уметь правильно себя в обществе вести преподносить нас масса того что является современной точки зрения этикетом она собственно происходит ровно из того что было когда-то действует редкость и правильно в мире но как обычно они платят во ряду именно этикетики разрушатые общители diyorum то есть из военных медицинских генетиков и Dollar Island имела больших человек которые выполняют по другому из-за того что он наступил и выскать их так и взаимодействие по другому ваше дело во время здоровья это занимается вот как дыхание которые могут быть очень очень интересным и особенность у ножен не задевал за борт мундир все это все эти мелочи они часто имеют за собой интереснейшую основу говоря допустим о турнирах этикет там являлся часто обязательной частью потому что без уважения к другим людям которые могут тебя убить очень трудно было выжить и здесь вопрос действительно в том что представь себе общество профессиональных убийц которым в принципе не сложно другого человека лишить жизни это их работает их жизнь они всю жизнь ради этого рождены были то есть вот всю жизнь проявлять друг другу некоторая степень уважения такой нет того что страшно просто от того что ты знаешь что либо ты либо тебя проявлять к женщинам которые собственно рождают таких убийц некоторой степени уважения из-за которых заступаются такие же убийцы тоже дело полезно в общем и приятны собственно вот на всем этом на всем этом можно сказать что да какой-то степени рыцарское поведение с асан этими состоянием под окном и чтением стихов под подвод вот все это с посвящением подвигов все это в принципе куда до определенной степени был другое дело что было не для всех не всегда и не обязательно то есть естественно были рыцари которые были достаточно социопатичны достаточно безумны которых интересовала в первую очередь эффективность их военного навыка таких мы знаем немало были те кто например в условиях даже рыцарской войны есть такой специфический термин который а предполагает что когда дерутся равные с равными не вы там подавляете крестьянское восстание или как убивать наемников арабов там неверных кого угодно а когда сражаетесь примерно с такими же людьми того же положения примерно просто оказывается по разной стороны баррикад вы в принципе их старайтесь не убивать в их щадите вы с ними в общем-то находитесь в одной ситуации понимаете что либо ты либо тебя но если уж ты человека спешил уронил зачем добивать возьми в плен получи выкуп отнесись к нему как другу и это нормально было вполне естественно потому что люди назовем корпоративной солидарностью с одной стороны с другой стороны уважением какой-то степени опять же не для всех не для с не всегда дон педро жестокий допустим претендент на испанский престол своим пытался убить всех тех кто ему не нравился несмотря на то что честно они честно сдавались в плен рассчитывая на то что вы купятся что они будут себя хорошо вести и дали честное христианское слово что никогда ни в коем случае не восстанут больше ну да педро жестокий думал лучших убил то есть примеры и обратного и прямого мы найдем но самое главное что вот среди все всего этого разнообразия да среди все это разнообразие были прецеденты и они считались в принципе нормой когда человек действительно вел себя по всем абсолютно правилам которые тогда диктовала мода ну зависит от века полугодия десятилетия то есть что-то могло меняться естественно и людей которые нарушали их по максимуму при этом могли еще выжить например опять же не стоит забывать и здесь не сочтите меня совсем уж там марксистом но все-таки классовый вопрос он принципиально важен человек своего положения своего класса к нему относились с определенным пониманием и уважением даже если вы были на разных странах баррикад прекрасный пример которым я пожалуй проиллюстрирую если я не ошибаюсь это из хроники янг лугоша польская хроника 15 век польские рыцари немецкие рыцари примерно оказалось забились так сказать на битву примерно 100 на 100 без всяких там сопровождающих без артиллерии без всяких там низких подлых людей неправильного происхождения в принципе уважаемые все дворяне с сошлись первая сходка а рыцарский бой это не вырезание друг в друга и остановка это сходка и разъезд чаще всего потому что опять же надо учитывать что кавалерист хорош когда он движется стоящий на месте кавалерист это это мишень и жертва любого кто подойдет к нему с удачной стороны поэтому опять же сходка до происходит сходка кого-то выберись седла ранили убежала лошадь разошлись еще сходка еще сходка и рыцари устают расходятся по своим сторонам натурально поляны и из одной стороны в другой четверть а можно у вас лошадь мою взять пожалуйста она убежала с другой подходи выбери какая твоя к вечеру там жертв так иначе раненых убитых было не так уж много так вечеру они друг другу послали бочонки вина за то что очень уж хорошо те сражаются подходили братались ну битва битва да они на разных сторонах там они у них политический папа процесс да они воюют но не уважать своего противника вот который который с тобой в общем-то проливает кровь казалось бы твою кровь они не могли я не скажу что это прям абсолютно идеальный пример но прецедент того что внутри класса даже находить по разные стороны баррикад принципе проявлялась другую уважение до определенной степени вполне оправдан еще вполне вероятно что поэтому ну мы не знаем примеров существования настоящих драконов ну вот которые бы лазили по значит территориям так сказать земли и что-нибудь делали ну по крайней мере динозавры понятно вот вот они в общем-то стоят музей ну человек с ними не пересекался но я абсолютно уверен что привести какой чучело крокодила из какой-нибудь африки в европу и выставить всем пока это мой предок завали вот у дракона я думаю для рыцарей было нормально опять же а вот вся эта легендарность вся эта красота эстетика она как раз часто нужно для поддержания это поддержание имиджа то есть это тоже неплохо это тоже здорово рыцарь бы с удовольствием сразился с крокодилом я уверен наверное это было считалось бы за очень классное развлечение а и при этом всем при этом всем то есть все люди были достаточно прагматичны то есть они понимали что некоторые поступки влекут за собой что-то да какие-то последствия старались избегать может быть некоторых конфронтации избегать там некоторых политических неверных решений хотя не все бывали таких короли которые вели себя по-рыцарски и на этом заканчивались бывали целые страны которые кончались из-за собственно рыцарского нрава своих правителей но при всем этом побеждает победила в принципе средневекой победил прагматик победил макиавелли большому счету который сказал ну есть враг надо от него избавляться чего его жалеть если не один макиавелли ни в коем случае не подумайте что я только макиавелли знаю нет это тенденция эта тенденция началась еще при французском дворе если не раньше да при византийском скажем так но тенденция как таковая прагматики до чистой политики которые не под не пришпорено не припорошена никакой куртуазии благородством уважением она показала что прагматичные люди побеждают войнах прагматичные люди выигрывают сражения не за счет своего безумного напора не за счет своей отваги а именно за счет расчета и стратегии это собственно и стало концом рыцарства и большому счету большому счету рыцарская эпоха она можно сказать что застряла именно в тот момент когда перейти от мира уважение чести постоянных попыток как бы показать себя вот перейти от этого к прагматическим победам для каких-то людей стало совершенно невозможно когда они просто не могли этим поступиться и с этим рыцарская эпоха ушла но имеется ввиду именно мировоззрение здесь говорят о чистой политике конечно рыцари добила добили наемные армии которые могли против тысячи всадников выставить 10 тысяч пик и собственно что ты с ними сделаешь будешь натыкать по одному станешь будешь пытаться пробить целый ряд тебя поймают как бы их на этом кончается рыцарство но конечно же с точки зрения мировоззренческой с точки зрения культурный здесь серьезно сыграл тот фактор что действительно прагматики политики обыгрывают таких вот отважных курту куртуозирующих поэтов на конях которые действительно безумно отважные убийцы которые действительно ничего и страшаться и не сложно убить человека но как бы кто-то оказывается умнее хитрее и просторопнее спасибо вадим продолжим на следующих передачах